В имя Отца и Сына и Святаго Духа на следующий день после Рождества Церковь совершает память Собора Пресвятой Богородицы. Это очень древний праздник. Мы знаем, что уже в IV веке разные святители, или Епифан Киперский, и Амвросий Медиаланский, Блаженный Августин, говорили о том, что Рождество – это праздник, который мы величаем не только Господа, младенца Иисуса Христа, но и Его Пресвятую Матерь. И потому вот этот праздник – это в каком-то смысле праздник всех тех людей, которые были связаны с Иисусом Христом, потому что были родственниками Его. Называется Собор, потому что мы величаем не только одну Пресвятую Богородицу, но также Иосифа Обручника, также Давида Царя и Якова, брата Господня. Они все были связаны либо как родственники, как предки Господа, как царь Давид, либо они, вот, Иосиф Обручник, который заботится о Христе и о Его Пречистой Матери, или Яков, брат Господня, который, скорее всего, сын от первого брака, от Иосифа Обручника. И все эти люди сыграли роль в жизни Иисуса Христа. Надо сказать, что вот этот праздник нам показывает, как вот растет добро. Вот Пресвятая Богородица, это как бы вершина целой горы, которая начинается вот с Ветхого Завета и растет, растет вот через очень многих разных людей. То же самое, когда мы читаем родословие Иисуса Христа в Евангелии от Матфея, допустим, или от Луки и так далее. И видим, что самые разные люди участвовали в истории спасения. Люди, которые были совсем достойны или не очень достойны. Люди, которые, допустим, изначально были совсем недостойны, но потом обратились, изменили свою жизнь. Вот, например, это и есть случай царя Давида, который очень тяжко согрешил, но все-таки обратился, и потому сам Мессия Спаситель является его потомком. то же самое, если вот учесть историю, например, апостола Павла, о котором, о которой, о его истории мы слышали сегодня в чтении его послания к Галатам, где он рассказывает о том, как он преследовал церковь и очень жестоко. истоком. Но потом он говорит, но Бог избрал меня от утрубы Матери Моей и призвал благодатью Своей. Вот удивительно, Господь призывает каждого и каждую из нас, действительно, уже от утрубы Матери, когда Он нас создал, вот с самого начала Он нас призывает, призывает следовать за Ним, призывает каждого человека, даже те, кто их и кто его не знает, потому что каждый человек создан по образу и подобию Божьему. Но дело в том, что вот если образ мы получаем только благодаря тому, что мы созданы Богом, то подобие это то, насколько мы похожи на этот прообраз. и потому это подобие может расти или наоборот не расти. Это зависит от каждого из нас, от нашего стремления, старания. Но вот тот факт, что есть в истории спасения самые разные люди, для нас это великое утешение, потому что это показывает, что и каждый из нас может в этом участвовать. Потом мы слышали сегодня историю о избиении младенцев. И, конечно, удивительно, что вот Евангелие от Матфея после трогательного рассказа о том, как волхвы пришли, поклонились Христу, младенцу, вот потом идет вот этот жуткий рассказ. Это нам показывает, что добро и зло всегда сосуществуют, всегда находятся где-то рядом друг с другом. И, может быть, и в нашем сердце они тоже находятся рядом. И только от нашего решения зависит, что мы выбираем, добро или зло. И в этом, наверное, пример. Сегодня, когда мы празднуем Собор Пресвятой Богородицы, мы, конечно, ее вспоминаем. Между прочим, это и именины многих из нас, вот, по крайней мере, тех, кто носит имя Мария или, допустим, Иосиф и так далее, Давид, это все-таки именины сегодня. Вот Евангелие, которое мы сегодня читали, нам показывает образец Иосифа, обручника. Вот ангел Господень является ему, сначала говорит ему удивительную вещь о том, что вот этот ребенок, который еще растет в утробе Марии, он у Духа Святаго. И Иосиф вот с огромным смирением принимает Марию и дальше он будет защищать Марию и младенца вот в первые годы земной жизни Христа. И здесь мы видим, как вот ангел Господень ему говорит встань, возьми младенца и матерь, беги в Египет и Иосиф буквально исполняет то, что ангел ему сказал. Потому Матфей два раза повторяет одно и то же. Вот слова ангела, а затем действия Иосифа. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. А потом проходит какое-то время, опять вот ангел является ему и говорит встань, возьми младенца и матерь его и иди в землю Израилеву. И в этот раз Иосиф встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву. Вот такое как буквальное исполнение воли Божией. Это ставится нам как образец. А с другой стороны Иосиф также сам рассуждает как лучше быть, потому что вот второй раз, когда ангел ему сказал о том, чтобы он вернулся в землю Израилеву, он с другой стороны понимает, что все-таки в Иудее жить пока еще опасно, потому что вот сын Ирода занимает престол и потому не стоит туда вернуться. И поэтому вот это очень интересный пример исполнения воли Божьей, но с другой стороны также и благоразумие и вот человек, который своей головой думает вот как лучше исполнить волю Божьей. Давайте и мы будем стараться. И вот этот удивительный праздник Рождества, это торжество скажем кротости, торжество смирения и торжество нежности. Пусть нам напоминает о том, что именно так любит нас Господь и так Он нас призывает любить всех ближних. Аминь. Редактор субтитров Корректор А.